Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Продолжаем играть в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Сегодня мы посмотрим такого персонажа, как Джакс Брикс тяжелое вооружение. Вот так вот выглядит наша команда. Собственно, тяжелое вооружение Джакс Брикс, классическая Sony Blade и хай-тек Джеки Брикс. У Джеки Брикс, кстати, достаточно много здоровья и случайно так много апнул. Ну да ладно, пофигу. Собственно, давайте я покажу вам, в чем прикол самого Джакса, что у него за пассивка. Все спецназовцы в отряде получают плюс 30% к стойкости. И ПТ, это второй спецприем, наносит урон всему вражескому отряду и разрушает их щиты. То есть против какой-нибудь, знаете, там, Sony Blade, Холодная война, этот персонаж очень крутой. Десятое слияние, 60-й уровень, все спецприемы вкачаны максимум. Первый просто наносит урон, второй разрушает щиты и наносит урон всему отряду. И рентген, получается, добавляет ему набор силы. Также, собственно, давайте я покажу вам, что я напялил на него за снаряжение. Во-первых, Молот Гнева. Как, ну, естественно, я почти на каждого персонажа ставлю Молот Гнева, на кого он подходит. Одно очко начальной силы, 20% бонуса к атаке и 30% повышения шанса критического удара. Что очень достаточно круто. Дальше. Киберрука. 45% бонуса к стойкости. 30% вероятности отразить спецприем 100% при блокировании для Джаксов Бриксов. И 25% вероятности отразить основную атаку 100% при блокировании. То есть это для именно защиты. Предмет для защиты. Ну и Камень Шансунга. 15% уменьшение расхода силы на все спецприемы. 30% бонус к лечению. И если владелец побеждает персонажа, вся команда теряет противника. В команду вся команда. Противника теряет здоровье в количестве 30% в войнах фракций. Как-то вот так вот. Теперь, почему же я добавил, собственно, двух других персов? Давайте покажу вам. Во-первых, Соня Блейд. Обезвреживание Сони, спецприем 1, наносит урон всем бойцам в отряде противника и снимает их щиты. Но это нас не интересует. Нас интересует вторая часть ее пассивки. Все спецназовцы в отряде Сони Блейд классической игнорируют стойкость врагов. Это значит, что мы будем наносить с вами максимальный урон своими спецприемами в том числе. Ну и, естественно, все спецназы получают плюс 20% заряду силы. Это будет у нас работать так, что мы будем, короче, быстро набирать силу за Джакса. И, естественно, часто использовать второй спецприем. На что мы и делаем акцент. Погнали, короче, сложную битву играть. Как и обычно. Кто у нас будет первый? О, отряд Сони Блейд, Фараоном Ермаком и Триборгом Саб-Зиро. Погнали в бой. Собственно, будем тестить сейчас наш отрядик. Я выбрал не десятого слияния персонажей себе в команду, кроме Джакса, потому что у меня просто нету десятого слияния персонажей среди спецназовцев, которые были бы, я не знаю, чуть-чуть хотя бы по статам равные Джаксу. То есть у меня есть либо слишком слабые, которые десятого слияния, какой-нибудь там кибер Джеки Брикс, которая хуже вот этой вот Сони Блейд, да, которая имеет более высокое слияние. В общем, я взял тех, кто максимально подходит под Джакса. Так, сейчас мы пробьем ее блок. Такс, и постараемся из нее в ПТ выстрелить, из ПТ в нее выстрелить. Минус один, и видите, мы с помощью ожерелья нашего, не ожерелья, как он, амулета Шансунга, мы отняли кучу здоровья и при этом еще и пробили щиты. Кстати, вот этот вот щит можно будет с помощью ПТ сломать также. Так, давайте мы попытаемся все-таки накопить на второй спецприем. Нам он, конечно, не дает это сделать. Но сейчас еще и первым спецприемом меня снова заморозит, да? Так, иди сюда, короче, братан. Ты мне надоел со своими атаками 100%, но я даже так его не убил, потому что первый спецприем у Джакса всегда мало урона доносит. Блин, еще и не повезло, он меня сейчас заморозит. Но, так как у нас повышенная стойкость, его спецприемы для нас как комариные укусы. Еее, сила, блин! Зато мы вот игнорируем их стойкость. Вот именно, знаете, вот это вот сочетание прикольное, то есть амулет Шансунга плюс этот, плюс пассивка Джакса. Это настолько имба получается, что вы, когда используете второй спецприем и убиваете кого-то, вы и 30% наносите, еще дополнительный урон идет всем противникам. В итоге противники выходят вообще голые. Если бы я и на втором использовал, у меня бы Саб-Зеро-Триберг вышел вообще практически без здоровья. Это очень круто. А так, знаете, по пол-ХП еще снести с каждой второй спецприем, и тем более за убийство. Там еще 30% здоровья от максималочки их тратится. Не максималочки, а от исходного здоровья. По-моему, как-то так это работает. Блин, опять Саб-Зеро. Эй, не лагай! Нет, ну не игра, ну почему вот именно сейчас? Господи, как же неприятно! Ну что ты так лагаешь? Что-то это оборзела, что ли, игра? Капец, она что-то вдруг ни с того ни с сего начала так подлагивать, так что я чуть было не проиграл сейчас. Так, давайте я использую второй. Капец какой-то. Что-то она вдруг ни с того ни с сего начала лагать, только что нормально все было. Тут бац, начала подлагивать. Так, минус Саб-Зеро. И как мы видим, Джак в том числе и наносит урон с помощью своего камня-шансунга. Блин, дурацкая морозилка. Знаете, чтобы не затягивать битву, я просто поменяю и добью с помощью Сони, к примеру, нашего саб- Ээээ, как его? Смоук от Риборга. Если, конечно, получится, у них не сработает какое-нибудь бессмертие дебильное. Да, получилось, в принципе. Очередная уверенная победа. Двигаем всё дальше. Закуриваем сигару. И е-е-е-е-е-е. Е-е-е-е-е-е. Погнали. Теперь амазная команда. Нифига себе. Джей, Ткано и Ассасин Китана. Капец жёсткие. И, на самом деле, мне играет на руку, что первой стоит у нас Кано. Стоит. Потому что он у нас получит основной урон от моего второго спецприёма. Это значит, что я смогу нанести Джейд Ассасин и Китане Ассасин наибольший урон с помощью как раз-таки вот Кано. Убив его вторым спецприёмом. Главное только зарядить ему, желательно, не в блок. Чтобы максимальный урон нанёсся и ещё это жерелье сработало. Ну, от амулета Жансунга сработал дополнительный урон. А вот как мы будем дальше их добивать, это, конечно, тот ещё вопрос. Видимо, придётся либо обычными атаками бить, либо спецприёмами рисковать. Это тоже вариативность есть такая. Погнали, собственно, Кано. Да, блин, ну не лагай, игра. Ну почему, когда я начинаю записывать, она начинает подлагивать так неприятно? Он ещё и спецприём у меня отключил. На, получай. И, конечно, ты используешь первый спецприём, братан. Ну, отлично, попал. На, получай. Видите, большую часть здоровья я противнику снёс. Осталось ещё где-то, ну, чуть меньше половины. Да игра-то ты издеваешься надо мной. Это просто какой-то ад. Почему она так сильно начинает лагать? Она никогда так не лагала сильно. Я всё, конечно, понимаю, чтобы... Она у меня подлагивает временами, но не так, блин, капец, как сильно, что вообще невозможно играть, я не знаю. То есть я даже прицелиться не могу. Меня просто Джакса взяли и убили. Всё, добиваем их, короче. Всё, победа. Ну, конечно, вот это вот... Мне просто злости не хватает, серьёзно. Никогда так не лагала, и вдруг что-то ни с того ни с сего решила вдруг вот так вот полагать у меня игра. Окей, окей. Погнали дальше. Завоеватель Шаокан, воин Шаокана Кентаро и Скорбная Китана. Самое, что странное, такое происходит либо в основном на записи. Стоит не остановить запись, как всё начинает работать нормально, более-менее. И такое происходит ещё как-то рандомно. То есть иногда она может подлагивать, иногда она не подлагивает. Серьёзно просто. Называется, захотел записать обзор. Вот на тебе лаги, как бы, и непонятно, с чем это связано. Иногда нормально записываются, да, видосы, а иногда вот так вот. Я не знаю, всегда по-разному. Мортал Комбат себя почему-то ведёт всегда различно. Ой, блин. Ну да. Минус Джакс, видимо, сейчас пойдёт. Ну, конечно, Шаокан, десятого слияния. Ну, не десятого, но, по крайней мере, с третьим спецприёмом с самого начала боя. На меня нападает такой, типа. Нормально живём. Ой, я выжил каким-то методом. Правда, меня сейчас Шаокан всё равно убьёт. Ну, надо использовать. Чё я могу сделать? Щиты, кстати, пробиваем. Чё-то не сработало пробитие щитов как-то особо, знаете. Я чё-то не особо почувствовал. Ух ты, успел смениться. Нифига себе, жёсткий. Я успел сейчас сменить Джакса. До того, как ударился в меня молот гнева. Ну, блин, эти персонажи, не знаю, справятся или не справятся. Чё-то, по-моему, щиты как-то не особо сильно пробиваются. Вы заметили этот момент? Ты можешь, блин? Нифига себе мне огнём нанес урона, конечно. А вот ты как-то слабо меня ударила, так что даже всё здоровье не снесла. Блин, я почему-то не мог накопить больше 45%. О, сейчас пойдёт очень мощный удар. Зацените, сколько урона от него идёт. Хотя у Джеки... Откуда у тебя рентген взялся? У тебя только что был рентген. Откуда? Ну, Джеки не должна умереть вообще, кстати. У неё больше здоровья, чем у Джакса, поэтому она должна выжить. По сути своей. Хотя, может, стойкость сыграет плохую? Да, стойкость меня подвела. Такс. Ждём, когда сломается щит, чтобы нанести полный урон. Ой, блин. Ну, конечно, у тебя сработает бессмертие, а у меня нет. Ну, блин, ну какого чёрта? Ну, просто Шао Кан с двумя рентгенами противника. Я посмотрел специально, перед тем, как я убил, короче, предпоследнего противника, у Шао Кана не было энергии. У него была одна шкала силы. И после этого, блин, он умирает, второй противник, и Шао Кан получает сразу рентген. Это чё за хрень там такая произошла? Я не понял. Чё это за дичь была? Это талант, что ли, такой дебильный? Или чё вообще? Скорее всего, это этот дебильный талант есть такой. То есть, давайте мы сейчас зайдём, посмотрим таланты. Блин, у меня горит сегодня. У меня, во-первых, лагало, а потом ещё этот говнюк Шао Кан. Это просто капец какой-то. Так, нет, это не то. Блин, где же эта хрень-то непонятная? Типа, была какая-то такая штука, типа, если умирает там чувак... Да, вот, он немедленно получает одну шкалу силы и наносить 55% нет, это тоже не то. Там было вот прямо... Там прямо было вот... Хотя, вот, скорее всего, у него вот это вот было вкачано. Ну, просто, ну... Ну, каков шанс был того, что он, я не знаю, вкачает себе вот эту вот дичь? Ну, серьёзно. Просто, ну, серьёзно. Вот, я не знаю. Вот я проиграл только из-за одного таланта. Одного таланта, который просто поставил какой-то говнюк, чтобы вот так вот издеваться над игроками. Я просто не понимаю этого. Ааа, боже мой, серьёзно. Я почти выиграл ещё, главное. Почти выиграл. Как же горит у меня сегодня. Это просто капец какой-то. У меня просто нереально горит. Называется, блин, захотел обзор на Джакса записать. Ладно, давайте открывать паки. Окей. Откроем пару пакетчей за монеты и будем потихоньку заканчивать. Аааа. Блин, такую нормальную команду создал. Но вот, блин, у них такой сильный разброс по статам, конечно. То есть, у Джеки слишком много. И слишком много апнул. Именно поэтому мне стали алмазки пихать в противников. Так бы было не так много противников. У неё как бы 29 или 20 чем-то тысяч атаки. Но при этом... Ещё и Шаукан, когда рентген использовал. Почему он убил её? У неё было 112 тысяч здоровья. Уж у Джакса было меньше здоровья. Но при этом почему-то Джакс выжил. А Джеки почему-то отвалилась. И вот этот вот талант... Я не знаю, просто... Нет, серьёзно, у меня просто горит вот от этого момента. То есть, ну, бывают же уроды. Ааа! Ааа! О, боже мой. Серьёзно, ну я не могу просто. У меня прямо, это, знаете, какое-то негодование по этому поводу. Это жёсткое. Я не знаю даже, как мне сейчас успокоиться вообще, на самом деле. Не, я успокоюсь примерно через пару минут, как бы, но... Но неприятно, понимаете, да. Вот когда такое происходит, вот прям такие сов... Сначала лагает, блин, посередине боя. Капец так, что, блин, я ударить не могу противника. Потом, короче, блин, какой-то противник попадается с Шауканом, который два раза рентген использует. Это же просто дичь. Окей. Пока не прёт. Я думаю, мы где-то, ну, сколько, 1,3 ляма оставим примерно. Или чё-то вроде того. Блин, ещё и на улице кто-то играет какую-то музыку дурацкую, блин. Идиотскую. Знаете, вот эти вот рождественские песенки, вот эти вот, прям под моим окном, блин. Так что я даже через закрытое окно это всё слышу. Чёртово это мероприятие. Ну зачем выходить на улицу, врать на мегафон рядом, блин, с жилыми домами? Нет, чтобы, не знаю, там в центре где-то устроить вот это вот. Нет, надо, блин, вот... Ладно, ещё один пак, чё-то пока вообще ничего не падает. Ну да ладно. Отличный обзор на Джакса, просто я не знаю. Давайте хотя бы ещё один разик сыграем, или я не знаю. Чтоб хотя бы, я не знаю, успокоиться и... Это... Расслабиться, скажем так. И я бы хотел снять с Джеки Брикс эту дурацкую штуку. Я поставлю на неё чё-нибудь другое. Так, 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 давайте мы уберём это руководство Карла. Оно только хуже делает, на самом деле. Я поставлю чё-нибудь, типа, ну... Где эта штука у Ермака? Вот, вот эту... А, она на Sony Blade стоит. Ну ладно, тогда давайте чё-нибудь другое поставим. Допустим, татуировку бледную. Где она у нас есть? Да, вот она у нас. Поставим бледную татуировку, чтобы, блин, не было у неё так много здоровья. У неё и так будет её дофига, на самом деле. И сыграем последнюю каточку. Такой, знаете, последний бой. Быструю битву. Просто, чтобы расслабиться. Потому что я не могу. У меня горит до сих пор с того момента. А, погнали в бой. Просто вот говнюк же с этим талантом ещё и... А хотел ведь, я ведь хотел поставить сначала этот источник жизни Блейза вместо вот этого вот медальона Шансунга дурацкого. Хотел ведь поставить. Лучше его ставьте. Короче, нахрен этот медальон. Да, типа много урона идёт сразу всей команде. Но если какой-нибудь такой говнюк вам попадётся, вот как этот Шаокан долбанный, то вы будете страдать из-за этого. А так вы хотя бы его сразу истощите. И он идёт с задницу. Господи, да как вы задолбали на своей улице, а? Чёртово новогоднее расстроение, блин, у людей. Сука, прям под окнами. Просто прям под окнами жилого дома, блин. Просто музыка. Свои мероприятия устраивать. Нет, чтобы реально в центре. Вот надо обязательно включить там колонки, граммофоны посреди, блин. Я не знаю, вот это вот. Блин, отвали от меня. Ты будешь атаковать не в блок его? Спасибо большое. Держи, братан. Так, мне поменяли персонажей принудительно. Также сработало небольшое глушение. Блин, урон просто бешеный, конечно, у Джеки Брикс на самом деле. Учитывая, что у неё всего 20 с чем-то тысяч атаки, но урон у неё бешеный. А на втором спецприёме, так вообще жесть, сколько урона на самом деле идёт. Так хватит лагать уже. Можно мне на Соню Блейд сменить, пожалуйста? Блин, ещё придётся в блок бить, потому что он в блок поставил. Но я надеюсь, она пробьёт его. Это всё-таки серебро. Давайте используем первый спецприём, чтобы, во-первых, его не дать ему возможность использовать свой первый спецприём. Затем прыгнем и пробьём щиты. Да твою мать, у него ещё и сработает эта фигня. Давай сюда своего клона. Просто урона ноль. Вот, и на этой, кстати, тоже круто. Если вы играете за Джекса Брикса, тем более с его родной экипой, надо чаще ставить блоки, чтобы отражать вот все эти уроны от спецприёмов. Но рентген, конечно, вот опять же этого шаукана хрен ты заблокируешь, блин. Ладно, у меня уже горит с того шаукана. Меня до сих пор это на самом деле подбешивает. Это просто жесть какая-то. Нет, серьёзно. В общем-то, на этом был этот рака-обзор, короче. Вот я не знаю, как ещё это назвать. Но, в общем-то, Джекс Брикс, в принципе, не считая вот того матча, показывал себя отлично. Но вот это тот матч, но это... Я просто... Я не могу просто... Я не могу. Ладно, всё-всё-всё. Я пошёл успокаиваться. Всем доброго дня. Спасибо за просмотр и удачи. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok